Всем привет! Сегодня у меня маленький юбилей. Этот ролик, который я делаю, будет под номером 500. Посвящаю я его дискам GPT-OEFI особенностям установки нескольких операционных систем на диске с таблицей разделов GPT. На эту тему у меня было сделано довольно-таки приличное количество уроков. Вот если на моем сайте, а ссылка на мой сайт находится под каждым моим видеороликом, если открыть основы, то можно будет посмотреть. Вот первое. Разметка жесткого диска. И вот здесь, значит, можно посмотреть, как ставится SystemBug на GPT-Disk, как делается разметка. Значит, здесь, значит, уроки по разметке. Значит, посмотрите, значит, может быть, что-то найдете для себя и полезное. Практически, я думаю, что здесь можно что-то найти. В программах раздел, вот, загрузчики операционных систем. То есть, если что-то там у вас не грузится, то можно вот использовать вот эти вот уроки. Значит, для поиска операционных систем, старта этих операционных систем, уже находясь на операционной системе, можно будет установить загрузчик операционных систем или его переустановить. Вот такие вот мелочи. Значит, ну, что я хочу сказать? Естественно, значит, GPT-диски, вернее, диски с таблицей разделов GPT, они более современные, более надежные. У них нет ограничений по объему. Там они принимают более, по-моему, там 4 терабайт даже величины дисков. И ставится на них, можно поставить очень много операционных систем. Но при установке возникают вот такие вот вопросы, которые, значит, возникают перед пользователем. Поэтому я рекомендую, значит, всем пользоваться вот данными по разметке дисков и, значит, поисковиками операционных систем. И также небольшими рекомендациями, которые, значит, я дам в следующей части этого ролика. А пока вот обязательно просмотрите, что там, может быть, вам здесь окажется и полезным. Ну, ладно, значит, сейчас я просто буду вам показывать, как у меня сделано разметка жесткого диска, какие разделы, сколько и так далее. А вы уже там смотрите сами и соизмеряете все это со своим железом и со своими возможностями. Сегодня я хочу поговорить о настройке или, вернее, об установке операционных систем на GPT-диски. Вот у меня такая конфигурация. СДД-диск на 480 гигабайт. Твердотельный диск и обычный жесткий диск на 1 терабайт. Значит, вот посмотрите внимательно. Значит, у меня на нем стояла родная винда. Вот такие вот были разделы. Значит, этот раздел вообще был неизвестный, но 128 мегабайт. ФАТ-32 под винду было 100 мегабайт, использована 50 мегабайт. И еще половина в свободных. Был раздел, значит, зарезервированный системой. 135 мегабайт, использована 382. И вот 80 гигабайт было под винду. Этот раздел на 100 гигабайт я уже сделал сам, ну, скажем так, назвал я его диск D. Ну, как и обычно на винде, данные я всегда хранил на отдельном разделе жесткого диска, на диске D. Здесь же, значит, я установил swap-файл, ну, у меня оперативки 16, но я и сделал 16, вот свой файл. Значит, загрузчик поставил, вот посмотрите, флаги boot.esp в формате FAT-32. Ну, 50 гигабайт я выдал под корневой раздел, хотя он не используется, только 9 гигабайт. Практически там 1,5. И на домашний раздел я выделил 180 гигабайт, но использовано только 20. Дальше пошли. Жесткий диск. Значит, на жестком диске у меня два раздела. Один раздел линуксовый на 400 гигабайт, где я храню там копии всех своих операционных систем, созданных программой TimeShift, программой AssistantBug. также раздел на 200 гигабайт для винды, также раздел на 200 гигабайт для винды, где я также храню на копии винды, сделанной программой Agronis True Image. Затем, значит, я выделил размер FAT32. Опять-таки, смотрите, Boot ESP. Загрузочный раздел. И, значит, файл своп опять-таки 16 гигабайт. Ну, у меня он и там есть, но я сюда все-таки на всякий случай сделал. Вот D-Pin. На D-Pin у меня, значит, я остальные сделал без домашнего раздела, все сливал в один. 50, 50, 50, 50. Вот. D-Pin у меня там со всеми потрохами занял 17 гигабайт, и еще практически в два раза больше осталось. Манжаро. Пожалуйста, вот на Манжаро, значит, 14 гигабайт занято все вместе, и еще там практически 40 гигабайт осталось. Вот так вот выглядит Arca Linux. У Arca Linux была возможность, значит, сделать еще и Boot ESP. но, тем не менее, что-то он не цеплял. Или один из Linux, или Windows, я уже не помню. Вот MX18.1, там загрузчик цеплял практически все Linux, а Windows он не видел в упор. И только вот одна операционная система, в которой очень толковый такой загрузчик, казалось, это Манжаро. поэтому я когда поставил, значит, поставил D-PIN, поставил Манжаро, поставил Arca Linux, поставил MX17, вернее, 18.1, у меня все Linux, значит, все нормально, видит, а Windows, как говорится, куда-то тихой сапой уплыла. И вот здесь мне помог, значит, вот такой вот интересный прием. Я каждую копию операционной системы, значит, я делал копии таймшифтом. Так вот, после установки MX18, значит, я, значит, зашел в Манжаро Linux, нажал на восстановить, тут он предложил все свои там эти прибамбахи, вот на шестом разделе Манжаро, давайте перепроверимся, вот видите, SDB6, вот, сохранительное корневом устройстве BOOT, BOOT, EFI, это, значит, на третьем разделе, и, значит, ну, поскольку раздел Home у меня сохранен на корневом устройстве, так я его там и сохранил. Хотя, при следующей переустановке я могу сделать отдельный раздел Home и указать его. Дальше, когда я нажал кнопочку Далее, пошла там, пошел процесс восстановления, и в конце вот этого здесь вот было сообщение, что идет переустановка загрузчика, и каждый раз загрузчик Манжаро делает это с учетом всего того, что он видит на жестких дисках. И вот, после переустановки загрузчика у меня появилась менюшка сделанная Манжаро, но которая практически увидела все операционные системы, которые были установлены на мой компьютер. вот так вот выглядит меню, которое создает Манжаро Linux. Пожалуйста, смотрите, сколько у меня операционных систем. Манжаро 1, Windows 2, Mint Цинамон 3, D-PIN 4, Arka Linux 5 и MX 18.1 6. Вот. Я пробовал разные загрузчики. Тот же MX 18.1 он цепляет все разделы все Linux, которые есть на звездских дисках, а Windows не цепляет. У Arka Linux были проблемы, у D-PIN, а вот единственной операционной системы, которая цепляет практически и создает нормальное меню загрузки, это оказался Манжаро Linux. Поэтому если вы ставите несколько операционных систем, то ставьте последний из них Манжаро. И тогда Манжаро у вас практически включит в загрузку все операционные системы, которые есть у вас на жестких дисках. У меня это значит два диска в формате GPT. Один значит диск это Solid SSD быстрый диск Solid State Drive, а другой обычный терабайтник HDD просто жесткий диск SDD на 480 гигабайт так вот. Ну нормально короче. Просто вот я хотел вам продемонстрировать возможности загрузчика Манжаро Linux во-первых и выглядит это красиво. Вот. И практически все пункты меню работают. Вот таким вот образом. Ну ладно. Поэтому даже хотя бы только потому что Манжаро обладает вот таким вот прекрасным и мощным загрузчиком особенно если вы хотите поставить себе несколько операционных систем. Я рекомендую делать так. Или ставить Манжаро последним или ставить допустим поставили Манжаро поставили другие системы операционные если что-то не грузится Манжаро значит делаете копию Манжаро а затем эту копию снова восстанавливаете и при восстановлении она у вас опять-таки сделает очень приличное меню загрузки проверить все разделы все операционные системы и если вы там сильно не накосячили то у вас практически все это будет работать вот такие вот маленькие соображения по поводу установки нескольких операционных систем на компьютер с таблицей разделов GPT вот такие вот особенности то есть GPT ну вот одна особенность что он не ограничен в создании количества разделов единственное что не забывайте делать загрузочные разделы вот у меня он был сделан вот 512 мегабайт хотя взяло там с него лишь 1.28 даже не знаю что он там взял вот куча еще свободно осталась но тем не менее вот создавать загрузочный раздел обязательно и запомните флаги ESP флаги вот управление флагами вот галочки boot ESP вот по крайней мере у меня так вот все работает GPT у меня оба диска и твердотельный и жесткий диск UEFI и вот такие вот скажем так флаги я выставлял хотя в принципе я даже не знаю ну я просто уже не убирал их отсюда с ARCO Linux думаю ладно осталось так и осталось вот ну тем не менее вот показываю вам чисто из практического опыта вот как все это дело выглядит и вот здесь так же 512.8 использовано то есть использует крохотулечку вот на винде он использует половину вот ну ладно для тех кто уже имеет опыт работы с дисками GPT UEFI и кто хочет ставить там несколько операционных систем значит вот такие мои простые рекомендации значит ставить манджаро если вы ставите его последним ставьте последним а если поставили первым ставьте остальные если что-то не грузится то опять-таки восстанавливаетесь на манджаро и он вам переустановит загрузчик операционных систем делает он это вот я сравнивал все мои значит операционные системы линуксы вот у меня он оказался под номером один чемпион вот да и сама система красивая так что вот для тех у кого достаточно и места и всего и железо нормальное можете вот такими простыми советами значит пользоваться потому что обычно бывает беда что люди даже вот у них есть джипотодиск стоит винда они даже поставить не могут туда один линукс вот рекомендую значит вот такой вот вам вариант ну ладно желаю вам всяческих успехов всего доброго и до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...